Приветствую, друзья! С вами Мария, и сегодня у нас с вами три самых популярных вопроса. Первое. Где купить пластик ПВХ для техники алкогольной чернила? Мы сегодня говорим про эту технику. Дальше. Как, чем покрыть работу в технике алкогольной чернила? И третье. Это как ее повесить? Вот. Три самых популярных вопроса. Итак, купить пластик ПВХ можно на любом строительном рынке, в том числе в Леруа. Там он продается как подоконники. Мне он там не нравится, потому что он там продается 10 мм. Для меня это сильно толсто. Как-то торец смотрится некрасиво. И я покупаю всегда вот такую вот толщину 5 мм. Она и не сильно тоненькая, как нежели, например, 2-3 мм. Она вот так вот гнется. Такой вариант мне не подходит. Я покупаю 5 мм. И запомните, знаете, где вы можете купить круто, дешево, ну, выгодно. Значит, там, где продают материалы для рекламных, не знаю, что там, билборды, для рекламы, для создания каких-то рекламных продуктов. Есть такие магазины. Я покупаю в Ремикс. Это вы можете набрать, указываю ссылку ниже. Если в вашем городе такого нет, вы можете зайти на сайт Ремикс, посмотреть, что конкретно они продают. И дальше найти такое в своем городе. Вот. То есть, именно, которые продают материалы для рекламы. Там есть такой пластик ПВХ обычный. Вот. Там можно заказать нарезку под ваши размеры. Дальше. А, как повесить? Давайте отвечу. Ну, конечно, просто, вот, мне не нравится, когда я очень много видела рекламу мастер-классов, и я смотрю одним глазом, что у них вот такие вот маленькие работы, и они вешают в раму под стекло. Ну, извините, конечно, ребят, повесьте все, что угодно в такую раму под стекло, и это будет шикарно смотреть. Вот. Мне не нравится такой вариант. Мне кажется, что это ручная, если это ручная авторская работа, должно быть ее видно. Можно прилепить вот этот вот, заказать деревянный подрамник, прилепить на ту же смолу эвоксидную, приклеить. Но торец будет не очень красивый. Это первый вариант. Или второй вариант – это рама, но без стекла. То есть, если мы делаем такие большие картины со спиртом на пластике, то это предполагает раму. Ну, и раму, соответственно, можно повесить. Вот. Я отказалась от варианта на подрамниках, потому что мне все равно не нравится, как выглядят торцы. Поэтому я сейчас, если клиенты просят такие картины, я предлагаю обязательно раму. Ну, то есть, включаю стоимость или просчитываю отдельно. Вот. Других вариантов я пока не увидела. Просто этот лист повесить на что-то, мне кажется, это будет смотреться стрёмно, худенько на стене. Не знаю, как вам, но мне кажется так. И третий вопрос – это чем покрыть? Значит, первое, самое дешевое, когда после полного высыхания покрыть просто акриловым лаком. Но если вы используете золото, такой вариант не подойдет. Золото, серебро, любой металлический оттенок не подойдет. Я сейчас вот ради эксперимента, я, по-моему, пробовала акриловым лаком покрывать. Сейчас на кусочки покрою, чтобы убедиться, что я права, и вам тоже покажу. То есть, просто вот высохший вариант чернил я покрою акриловым лаком. Второй вариант – это аэрозольный баллончик. Акриловый, алкидный, тоже после полного высыхания можно покрыть, защитить. Третий вариант – это эпоксидная смола. Все. Тоже пока других никаких вариантов на рынке придумано не было. А если не было, то я просто о них не знаю. А это маловероятно, потому что я экспериментатор великий. Вот, поэтому если у вас я чего-то не знаю, то, конечно же, пишите свои идеи внизу. Потому что, как я уже говорила, у вас очень классные идеи. Вот, и мы можем, я могу об этом рассказать в своем следующем видео. Давайте сейчас попробуем чуть-чуть уголочек нанести акриловый лак, чтобы подтвердить или опровергнуть. Вот, секундочку. Акриловый лак. У меня вот такая вот тара, вы ее помните? Она все еще у меня ротненькая. Ну, я рада, я специально покупаю большой объем, потому что экономлю время на посещение магазинов и отправку курьеров. Все равно, думаю, блин, лак нужен всегда, поэтому всегда покупаю большой объем. Ну, вот попробуем на кусочке. Ну, тут, конечно, не фонтан инженерной мысли, но нам главное понять, да, что получается. Ну, все нормально, не смазывается, все хорошо. Конечно, будут немного видны линии, но, кстати говоря... А, ребята, хотела еще у вас спросить. Насколько вам интересна тема перекраски мебели? Я же в этом мастер-фломастер. У меня же мебельное производство. Ну, я, конечно, им сейчас не занимаюсь, им занимаются другие люди. Мой молодой человек, но я-то занималась мебелью. И я, этот, я же, что начинала-то именно с покраски мебели? Я в этом уже стала ого-го каким профессионалом. Поэтому хотите, я с вами тоже чем-нибудь таким поделюсь? Вот, пишите. Интересно это будет или нет? Дарью Гейлер я знаю, очень уважаю, люблю. Именно, мне кажется, с ее мастер-классов моя началась творческая карьера. Но все-таки бренд Дарьи Гейлер – это бренд. И по факту меловая краска от акриловой ничем не отличается. Только в меловой более ярко выраженные следы от кисти. Но это можно сделать и акрилом. Это также будет видно. И у акрила точно такая же палитра. Но, опять же, подача, упаковка – огромный труд. Спасибо, Дарьи Гейлер. Так, ну, смотрим. Сейчас я, ребят, сниму поближе. Ну, вот так вот получается. То есть это, конечно, не высохший вариант, а только свежий. Сейчас я посушу феном. Вот это свежий вариант. Вот это высохший вариант. И ничего я тут, если честно, не вижу никакой. Вот, например, тут вообще нет лака. А вот тут с лаком. Ну, видите, слабый, слабый. Ой, неправильно снимаю. Вот так, горизонтально. Тут слабо-слабо ничего нет. Тут малейшие линии какой-то такой. Ну, в плане визуального эффекта ничего нет. Линии не видно. Но будем надеяться, что защищено. Кстати, золото под акриловым лаком тоже неплохо смотрится. Вот оно. Вот это мы покрыли. Тоже оно имеет какой-то металлический блеск. Я почему еще раз просто решила снять, потому что люди спрашивают. Я им отвечаю акриловым лаком после полного высыхания. Все так удивляются акриловым лаком. А я думаю, блин, может быть, я что-то перепутала. Я помню, мы покрывали каким-то обычным лаком работы. И вот мы сейчас с вами убедились, что все нормально. Так что пробуйте, тестируйте. Я думаю, что все будет хорошо. А вы как думаете? Вот. Это было второе видео из нашей рубрики «Вопрос-ответ». У меня есть еще вопросы самые популярные. Ждите их в следующем видео. А если у вас еще есть какие-то, обязательно задавайте. Ваш мастер-фломастер на связи. Спасибо.